Во всех школах Гомельской области обовязково проводится так званый ранешний фильтр супрацовников у тымлику с применением бесконтактной термометрии. А прочитывая, в научальных установках начинается установка специальных обсталеваний, которое на 99% очищает поветро от бактерий и вирусов. Наши корреспонденты ознайомились с профилактическими мероприемствами. 11-я Гомельская средняя школа – половая 8-й годины ранницы. До начала занятков – 30 минут. Как трапить у будынок, необходимо обовязково пройти так званый ранешний фильтр. Для ученых – это визуальный контроль. Для наставников – бесконтактная термометрия. При том, что все дорослые повинны находятся еще и в масках. У якости мясового нового ведения – бактерицидные рециркуляторы. Как означается в техничном пашпорте, это обсталевание позволяет на 99% очищать новокольное поветро от бактерий и вирусов. По кольку в 11-й школе за уластные сродки набыли три такие установки. Яны знаходятся на уваходзе в установу, у столовой и наставницкой. У ближайший час усталюют яшетрый на кожным поверхсе. Это позволит значительно снизить риску заражения в учнях и наставников. А прошатого на основе рекомендаций Министерства охоты здоровья и областного центра ЕЕНы тут расспросовали уласный супрать эпидемичный план мероприемств, Выконание КОГО стало унутришкольным законом. Во-первых, это санитарно-гигиеническое состояние школы, которое мы поддерживаем на должном профилактическом уровне. Это постоянная уборка каждые два часа, иногда каждый час. Это генеральная уборка еженедельная по субботам. Вторым большим блоком является информационно-образовательная работа, которую мы проводим как с учащимися, так и с родителями. Но еще мы считаем, что профилактическим серьезным методом является чистый воздух. Именно поэтому режим проветривания также является наиболее важной формой защиты от вирусных заболеваний. Потребования носить маски для школьников нема. У 11-й школи ими корыстаются каля 10% навученцев. Али все применяют дезинфицирующие сродки, як школьные, так и уласные. Что тыжится наставникам, то для их маска – обовязковый аксессуар. Некоторые кажут, что провести некольких один, поколь идут занятки у ее складана, али больше с претензий не выказывая. Не тяжело, я привычно, я работаю прямо с первых дней, когда нам и было рекомендовано работать в масках. Зависит от маски, от материала маски. Есть они, через которые легко дышаться, есть, которые немножко сложные. То есть нужно выбрать подходящий вариант для себя. Что касается рук, которые портятся, считаю, что если мы много моем и средством обрабатываем, кожа быстрее портится, чем, наверное, все-таки в перчатках. У 30-й Гомельской средней школе занятки так само проходясь у штатным режиме. Прикладно, простый день тут начнутся передновогодние святочные мероприемства. Правда, селета и они пройдусь по особку у каждом классе. Не отменяли у Гомельских школах бесплатного харчаванья. Працуют як столовая, так и буфет. Як и для наставников, для супрасовников харчблока так само обовязковое ношение масок. Дарыши ранее их применение не было потребованием, навод подчас эпидемии гриппу. Ця перворагодна – это станет нормой. Жарко, все равно соблюдаем. Он же положен на масочный режим. В перчатках работаем. Все как положено. Руки обрабатываем постоянно. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макинка. Телерадио компания Гомель.